Всем привет! Этот мастер-класс очень воздушный, нежный дизайн с китайской росписью. Розовые блески из коллекции конфетти Pink Kiss располагаем в зоне кутикулы на наращенной ноготочке. Наращивание я сделала с помощью арочных гелевых типсов Эмми. С ногтевым ложем опять проводила эксперименты. Базой номер 12 молочно-кремового цвета перекрываю просушенные блески, чтобы они остались в некой дымке. Выравниваю базу, смотрю блики, ловлю идеальные. И отправляю сушить это все в лампу. А пока сушится, берем наилкрус номер 57 Хризантема и Маки. Вырезаем оттуда элементы цветочков и накладываем на липкий слой базы. Перекрываем ультрабондом, чтобы разгладить морщины. И затем вооружаемся вельвет топом, чтобы сделать матовую поверхность ногтевого ложа. Далее нам понадобится коллекция цветов Эмпаста классическая. Вначале белым рафинадом мы с вами кисточкой линеарной 5.0 будем рисовать кружево на свободном крае. Там у нас нет гелевого покрытия, оно свободное, очень легко носится и не придает утяжеление всей конструкции ногтей. Хотя ногтевое ложе у нас захватывает все основные части, которые нам нужно укрепить. Поэтому конструкция получается легкая, носибельная и очень-очень прочная. Эмпаста очень плотный, пастозный материал, высыхает без остаточной липкости. Поэтому мы сейчас нарисуем все наши полосочки, кружавчики. Посушим их и ничем уже не будем ни перекрывать, ни протирать. Далее поматываем утопу с помощью маджента цвета и белого. Для кисточки номер 2 для китайской росписи скошенный квадрат я буду рисовать цветочки. Сначала первый ряд лепесточков поматовой поверхности на ногтевом ложе. И после просушки буду добавлять второй ряд лепесточков. Мазок этим материалом получается плотный. Дублирую я его очень-очень редко, если только у меня есть такая потребность. В основном получается все с первого мазка и роспись получается четкой, красивой, объемной и просто замечательной. Я этот материал обожаю именно для этой росписи. После того, как мы сейчас добавили несколько лепесточков, мы берем пасту черная смола, ставим капельки между листиками и растушевываем их поматовым покрытием. Сделать это будет достаточно легко. После просушки опять берем вельвет топ гель и перекрываем весь наш рисунок уже окончательным защитным слоем. Пастой белый рафинад можно еще также подвести листики, что придаст дополнительный объем. Не забываем хорошенько просушить и наслаждаемся тем, что получилось в итоге. Очень нежный, невесомый дизайн, полупрозрачный, интересный по фактурам. И, конечно же, как это можно реализовать в салонном варианте, можно на сером или на розовом фоне с помощью тех же слайдеров. Можно без китайской росписи или с молочной базой посередине или на камуфляже. Спасибо. 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 Спасибо.